Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале VideoShopper. Передо мной три прекрасных телефона. Galaxy S22 обычный, Galaxy S22 Plus, которому основное время в обзоре я и посвящу. Расскажу вам о плюсах, минусах, что понравилось, отличие с Galaxy S21 и, конечно, Galaxy S22 Ultra со стилусом. Чуть позже на канале выйдет сравнение всех трех телефонов, а мы поговорим о достаточно большом телефоне, 6,6 дюймов экран. И сразу хочется отметить, что рамки и в прошлом году, и в этом году Samsung, конечно, молодцы, делают очень небольшими. Когда держишь телефон в руках, плюс, да, любой из них в принципе, то ощущение, что ты держишь просто большой экран. Единственное, если еще поставить темный рабочий стол, то вообще просто не понимаешь, где заканчиваются рамки, потому что все настолько органично, компактно и комфортно, что реально Samsung молодцы в этом плане. 22 Plus достаточно тяжелый телефон, без малого 200 грамм, за счет батарейки 4500 мАч с быстрой 45-ваттной зарядкой. Есть и беспроводная зарядка, она одинаковая на всех трех телефонах, кстати. И обратная беспроводная зарядка, можно заряжать в какие-то устройства, поднеся их просто сюда, к спинке телефона и активируя специальную настройку. Это не новая функция 22 года, это уже было в предыдущих поколениях, на всякий случай объясню, по-честному расскажу. И, конечно же, безусловно, если у вас Galaxy S21, то нужно крепко подумать, стоит ли менять его на 22. Если у вас 20, то, в общем-то, можно перейти. И если ниже Samsung, то, безусловно, думать нечего. Есть возможность, такой некий вердикт заранее. И, безусловно, машинка шикарная. И мы думаем, что 22 Plus будет продаваться лучше, чем обычный 22 и лучше, чем Ultra. Потому что Ultra, безусловно, крутой. В нем и самая большая батарейка, в нем и стилус есть. Очень спорное высокое разрешение, но все-таки, наверное, плюс оптимальный. Galaxy S22 Plus, так же, как и Ultra, кстати, поддерживает 45-ваттную зарядку. Опять же, это не рекорд. Xiaomi еще и год назад, и сейчас уже там делает и 90, и 120 ватт, если память не изменяет зарядки. Ну, то есть, в любом случае, это быстро. Но можно было для таких дорогих устройств сделать больше. Не знаю, я ожидал, честно говоря, от Samsung. Ну, как обычно, к сожалению, зарядного устройства в комплекте нет. Только кабель и компактная коробочка. Сам телефон. Безусловно, я бы купил к нему чехол. То есть, защитное стекло Victus последнего поколения с обоих сторон. Металлическая рама. Все, в принципе, стандартно. Стереодинамики очень мощные и громкие, которые даже не похрипывают, не привносят чего-то. Когда, если даже воспроизводить что-то на телефоне будете, ну, это флагман. Так и должно быть. Сам экран 6,6 дюймов. Full HD Plus разрешение. 120 Гц. Частота обновления. Очень высокая яркость максимальная. Вот, если вы живете в месте, где много солнца, то, безусловно, AMOLED-экраны на всех трех смартфонах AMOLED. Как Samsung называет Super AMOLED-матрица собственного производства. Они, безусловно, крутые. То есть, даже на ярком солнце будет дисплей читаемый. Читаем очень хорошо. Вопросов к нему у меня, в принципе, вообще нет. Если в 21 серии, мы честно рассказывали вам, там был троттлинг. Но это было при максимально жесткой загрузке смартфона. Троттлинг-тест. Игры. На него просто нужно было его вот прям вот, чтобы он на максимальных частотах работал. Здесь сейчас Exynos 2200, 4 нанометра техпроцесс. Друзья, я проверил троттлинг-тест. Он сбрасывает немножко частоту, но в самом конце. И это не влияет ни на что. И самое главное, все три смартфона прекрасно отработали в этом тесте. И совершенно не нагрелись. Они были теплыми. Больше всех ультра нагрелось. Но, опять же, это не обжигало пальцы. Это большой прогресс. И, наконец-то, Exynos полностью сравнялся со Snapdragon-флагманами. Это реально круто. Что касается теста, троттлинг-теста. Я тестировал смартфоны три дня назад. И все было прекрасно. Сейчас, после того, как мы отсняли все обзоры на Galaxy S22, решили протестировать еще раз. Потом еще раз. И потом третий раз. И я не понимаю, почему. Но сейчас показывают не столь, конечно, красивые картинки. Не столь хорошо они проходят тест. Мы с вами всегда объективно рассказываем все, как есть. Но, в любом случае, это лучше, чем Galaxy S21. Это я могу сказать точно. Такое большое внимание уделило именно этому параметру, процессору, нагреву, работе в приложениях. Почему? Потому что это дорогие устройства. Это флагманские устройства. И, честно говоря, это основное отличие от предыдущей серии. Да, защитное стекло, там, последнего поколения, там, Victus+, как-то все вот это называется, там, яркость повыше стала. Ну, какого-то глобального изменения я здесь не вижу по сравнению с 2021. Безусловно, это классный новый смартфон, которого вам хватит очень надолго. Водозащита, естественно, есть. Ну, вот спросите меня, чего здесь нет, и я скажу, есть все. Ну, так и должно быть во флагманском аппарате. Не только марки Samsung, а в любом. Безусловно, аппарат заслуживает внимания. Безусловно, аппарат классный, интересный. И всячески хочется его хвалить, потому что ругать его не за что. Единственное, да, на мой взгляд, можно было сделать какой-то дизайн, потому что, если у тебя 22-й, то никто не отличит у вас флагман нового 2022 года, или прошлогоднего. Они пошли по пути айфона. То есть, реально, если отличия есть, то я их не наблюдаю. У меня был Galaxy S22. Те же самые округлые черты, тот же самый блок камер вынесен. Хотелось бы какого-то разнообразия, если честно, но телефон очень сильно напоминает предыдущую свою же модель от Samsung. Камеры. Хочется внимания, опять же, уделить камерам, потому что камеры в современных телефонах во всех флагманских, это, конечно, просто сказка, песня. Galaxy S22 Ultra восхитительно снимает как ночью, так и днем на 50-мегапиксельную основную камеру. Есть трехкратное приближение без потери качества. Особо отмечу, это важно. Если вам что-то нужно приблизить, дальше используется уже цифровой зум вплоть до 30. На самом деле, 10 это потолок, потому что при десятигратном цифровом зуме еще можно что-то разглядеть. Дальше уже пойдет мыло на всех телефонах. Ultra в этом плане, конечно, выделяется, у нее десятикратный оптический зум. Но опять же, многим из нас нужно вот так сильно приближать. Давайте я лучше внимания уделю фотографиям. Первое, что реально круто, это то, что основная, что широкоугольная камера снимает идеально в любых режимах. И ночная съемка, и недостаток освещения, и день, и солнце. Снимки всегда будут идеальны, это классно. И на основную, и на широкоугольную камеру. Это очень круто. Потому что не так давно даже флагманские телефоны снимали на основную камеру очень классно, а на широкоугольную уже хуже, особенно ночью. Сейчас, последние 2-3 года, с каждым годом улучшение идет. Вот сейчас я вообще разницы не вижу. Идеальные снимки просто. Видео. Опять же, видеозапись. Очень высокого качества, вплоть до 8К, 24 фпс. Мне лично хватает Full HD 60 фпс без рывков. Настолько плавно, настолько классно. Опять же, на основную, и на широкоугольную камеру на эти телефоны давно можно снимать фильмы. Что, собственно, и делают. Это реально круто. Вы почувствуете очень большую разницу с аппаратом, который, конечно, и стоит будет намного дешевле. Но вот за это вы платите. За высочайшее качество фото и видео. Притом у Samsung очень много разных фишек. У них есть, например, видеозапись с эффектом боке. Это классно. Можно поиграться. Можно сделать себя, например, определяет человека. Цвет будет. Мы цветные будем. Ну, как есть наша кожа. А сзади все будет черно-белым. Это и на фото, и на видео. Опять же, эта фишка ей года 3-4. Но все равно, я это отмечаю, в Samsung это есть. Так вот, много достаточно постарался вам рассказать. Сам аппарат, безусловно, заслуживает внимания. Но если у вас 21 еще, говорим честно, то кроме изменения процессора, каких-то прям супер глобальных вещей я здесь не нахожу. Там тоже была и водозащита, и зарядка только 45 ватт стала. Насколько мне память не изменяет, 25 ватт была. Но опять же, если у вас предыдущее поколение, там даже 10-й какой-нибудь, который еще верой и правдой служит, вы смотрите мой обзор и задумываете. Ну, безусловно, 22-й обычный. Он, правда, несколько урезан. Там яркость выше в ультре. Ну, подробнее расскажем в следующем обзоре. Но все равно, даже 22-й будет прекрасным аппаратом, а 22-й плюс фактически идеальным. Вы выжмете из телефона все и будете им довольны на много лет вперед. Мы не рекламируем Samsung, как и любые другие бренды, мы рассказываем честно на канале, который продает эти телефоны. Но, реально классные машинки. На этом у нас все. Подождите немножко, в ближайшее время выйдет обзор сравнения всех трех аппаратов новых Samsung Galaxy S22. Сколько стоит, ссылка под видео. Как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков с уважением, Давид. Счастливо, друзья.